Привет, друзья! Вы на канале Машина Рекордс, и вы жажете простых и интересных историй о тех музыкальных альбомах, которых мы подготовили к изданию. И сегодня у нас будет очень простая история, посвященная переизданию альбома «Простые вещи». Поехали! Итак, «Простые вещи». Альбом группы «Звуки Му», записанный в 1988 году, являющийся их первой студийной работой. К этой студийной работе группа шла достаточно продолжительное время. Надо вспомнить, что первые концерты электрического состава группы «Звуки Му» начались где-то в 1983 году. И на протяжении пяти лет активно гастролирующая команда не имела никаких студийных записей. Нельзя сказать, что Пётр Николаевич Бомонов не пытался сделать эти записи. Первые записи «Звуков Му» делались ещё на пару катушечных магнитофонов в 1983 году в коммунальной квартире в городе Москве. Но эти записи были скорее экспериментом, нежели каким-то нацеленным студийным вариантом. Следующие свои экзорсисы группа начала в 1985 году в своей импровизированной студии на даче Александра Лепницкого на Николиной горе. Известная подруга российских рокеров Джоанна Стингрей привезла и подарила группе «Звуки Му» порто-студию «Ямаха», такую же, которой владела группа «Кино». И с помощью этой порто-студии группа «Звуки Му» тоже пыталась сделать свои первые студийные записи. С помощью списанных спортивных матов на втором этаже своей дачи Александр Лепницкий оборудовал звукозаписывающую студию. Кое-как её заглушили, поставили инструменты, привезли туда имеющееся оборудование и стали пробовать записываться. В 1988 году большой друг группы «Звуки Му» Василий Шумов, лидер московского коллектива «Центр», после одного клубного концерта подошёл и спросил Петра Николаевича Мамонова, «Ну как, вы записываетесь?» «Да», – сказал Пётр Николаевич, – «мы записываемся». Василий Шумов подумал, что они с 1985 года записываются и ничего не происходит. На самом деле даже наличие полупрофессиональной порто-студии не очень помогло группе в том плане, что опыта студийной работы у коллектива не было. Попытка как-то зафиксировать свои записи тогда, в 1985 году, закончилась определённым эмоциональным разладом в коллективе. Группа немножко разошлась по углам, потому что требования Петра Николаевича и остальных музыкантов эмоционально между собой не совпадали. Проведённые часы в попытке записать какие-то и зафиксировать какие-то произведения совершенно не отражали внутренний мир и звучание коллектива. Но главным результатом всего этого стало то, что они поняли, что сами они не очень могут это сделать, и что от процесса записи они все очень сильно устают. Итак, летом 1988 года Новосилий Шумов привёз своё оборудование на дачу Александра Лепницкого в студию группы «Звуки мум» на Николиной горе. Я грязен, я болен, моя шея тонка, свернуть эту шею, не дрогнет рука у тебя. Василий Шумов сразу предупредил, что он готов выступить в качестве продюсера записи альбома «Звуки мум», но у него не так много времени. Через 20 дней ему нужно было уезжать во Францию для того, чтобы записывать свой знаменитый альбом группы «Центр» «Сделано в Париже». Второе требование, которое выдвинул Василий Шумов при поддержке Александра Лепницкого, было таким, что Василий записывает группу так, как он это видит. Причём в достаточно оперативной манере. То есть записали трек, закончили, поехали дальше. Никаких многократных переделок, никаких постоянных возвращений не будет, потому что именно этот метод в 1985 году так и не позволил группе нормально записаться. Когда всё оборудование было уже смонтировано и все были готовы к записи, самого Петра Николаевича на данный момент на даче в Николиной горе не оказалось. Александру Лепницкому пришлось три дня искать лидера коллектива по всем московским квартирам. Уже в тот момент, когда Василий Шумов приготовился размонтировать привезённое студийное оборудование, Пётр Николаевич нашёлся, и весь коллектив приступил к записи альбома. Всё, что ночью нашепчу, всё будет из резины. Ох, как я тебя хочу у магазина. Я так люблю бумажные цветы. Я так хочу, чтоб голая ходила ты. В распоряжении группы была полупрофессиональная порта-студия, которая записывала 8 каналов звука на обычную катушечную четверть-дюймовую ленту. Вместе с 8-канальным магнитофоном Фостекс была такая же фостексовская микшерная консоль и несколько обработок. Понимая, что профессионализм коллектива далёк от идеального, Василий Шумов сразу выбыл тактику записывать всю группу целиком, то есть фиксировать максимальное количество звука одновременно, а не писать каждого музыканта по отдельности. Поэтому в первый проход фиксировалось максимальное количество инструментов, за исключением вокала. Пётр Николаевич пел в воздух без микрофона. Надо отметить, что Василий Шумов не жалел плёнки и втайне от музыкантов записывал не только с их мнения правильные, хорошо сделанные дубли, но и рабочие дубли репетиционные, когда музыканты готовились. Как стало потом очевидным, некоторые эти репетиционные дубли стали основными и вошли в оригинал альбома. Материала для альбома было достаточно много, потому что за всю свою концертную деятельность, не говоря о том, что творческая деятельность Петра Николаевича началась ещё и задолго до этого, песен было сыграно и отрепетировано большое количество. Сам альбом «Простые вещи» включал в себя 20 композиций. Поэтому в рабочем режиме за 20 дней была задача записать целый двойной альбом, что, в общем-то, новым методом и было сделано. У каждой бабы есть свои люляки. И если ты не любишь темноты, смотри на женщин с жадностью собаки. И уверяю я, увидишь ты. Эти люляки баб. Жирные люляки баб. Жирные люляки баб. Жирные люляки баб. После того, как были записаны все инструментальные партии, коллектив подошёл к записи вокала. Вокал писали по ночам. Весь коллектив был отстранён. И в этой сакральной записи, в этом действии принимал участие только Пётр Николаевич Мамонов и Василий Шумов как продюсер. Первые же попытки записи голоса Петра Мамонова не увенчались успехом. Пётр Николаевич пытался петь так же, как он поёт на сцене. Потому что выделывать свой так называемый секс с микрофоном, который просто шёл в разрез со всеми техническими требованиями записи альбома. При записи вокала держать микрофон в руках категорически запрещается. Потому что все воздействия на корпус микрофона переходят на плёнку и могут быть восприняты как технический брак. Во-вторых, нужно достаточно чётко фиксировать расстояние от вашего речевого аппарата до микрофона. Для того, чтобы громкость вашего голоса записывалась достаточно чётко и равномерно. Если же вокалист в процессе записи вокала форсирует какие-то моменты, то он должен регулировать это форсирование собственным отклонением от микрофона и приближением к нему. К сожалению, Пётр Николаевич не обладал всей этой магией, либо хотел просто ею пренебречь. Тогда Василий Шумов обратился к Петру Мамонову с простой фразой. «Петя, пой как мужик, хватит выделываться, здесь нет зрителей, никто тебя не видит и наша задача нормально записать голос». Пётр Николаевич приложил все усилия, зафиксировал свою фигуру у микрофона и пропел все 20 композиций достаточно тихим, спокойным и монотонным голосом. Прямо в сердце мумий пушки пергамент, рваный треск. Глиняные игрушки глаза, колотый плеск. Мумия – это я. Процессу сведения альбома также участники коллектива допущены не были. Сведением альбома занимались Шумов и Мамонов. И когда остальные участники коллектива услышали то, что получилось, они были, мягко говоря, разочарованы. Как сказал Александр Лепницкий, это были не звуки му. Это были звуки му ушами Василия Шумова. На самом деле, упрекать Василия Шумова в том, что альбом получился таким монотонным, спокойным, наверное, по прошествии лет не стоит. Потому что получилось именно то, что было нужно. Шумов всегда делал акцент на том, что звуки му – это не панк-коллектив. Звуки му – это очень интеллигентная музыка. Просто нужно ее правильно донести до слушателя. Пропетые подобной спокойной манерой вокальной партии дали слушателям понять возможность и интересность всех текстов группы звуки му. Второе. Качественно сделанная запись заставляла слушателя вернуться к ней. Тоже послушать альбом еще раз или еще раз. Если представить себе, что вокал на альбоме был бы записан в стандартной концертной манере, возвращаться к прослушиванию такого низкого по качеству с технической точки зрения материала многие слушатели, возможно, бы и не стали. Надо отметить, что сам Петр Николаевич Мамонов был достаточно доволен сделанной записью, хотя и не сразу дал ей ход. Потому что записанный на 1988 году альбом в тиражировании на подпольной студии звукозаписи был передан только в начале 1989 года. Но то, что Мамонов прислушивался к Шумову, это абсолютнейшая правда. Тем более, что потом, впоследствии, они сделали прекрасный альбом, который называется «Русские поют». Мамонов позволял себе спорить со всеми, с кем считал нужным. Для него не было авторитетов. Достаточно вспомнить историю записи Апаловского альбома и взаимодействия Мамонова с Брайаном Ина. Каких-то жестких споров с Шумовым у Мамонова не было. Значит, можем сделать вывод, что они действительно были довольны совместной работой и довольны получившимся результатом. Справившись за 20 дней с записью альбома, Василий Шумов улетел в Париж записывать свой альбом «Сделано в Париже». При этом оборудование, на котором писался альбом «Простые вещи», осталось на Николиной горе. И за следующие 10 дней на этом же оборудовании группа «Звуки Му» умудрилась записать еще один новый альбом, который называется «Крым». Но об этом мы расскажем в следующем нашем ролике. Ну и на сладкое, конечно же, самое интересное о том, как готовилось переиздание альбома, как шла реставрация, какие интересные моменты мы обнаружили в процессе подготовки самого издания альбома. Я часто сижу и грущу, я умею плакать без слез, я делаю пустые глаза, и на каждый вопрос отвечаю «за». Надо отметить, когда началась подготовка переиздания дискографии «Звуки Му», нам удалось попасть непосредственно на саму студию Петра Николаевича в Подмосковье, где мы провели достаточно много времени, просмотрели все сохранившиеся фонограммы, где, собственно говоря, были найдены магнитные оригиналы альбомов группы «Звуки Му», и в том числе альбом «Простые вещи». Во всем этом нам очень помогала семья музыканта и, в первую очередь, его супруга Ольга Ивановна. Надо отметить, что без этой помощи тот результат, которого мы добились, вряд ли бы получился. Среди интересных моментов было то, что мы нашли папочку, в которую были сложены все тексты песен Петра Николаевича Мамонова, который аккуратно набивал все эти тексты на печатной машинке. И эти, скажем так, авторские экземпляры печатных листов входят в буклет нашего издания. Что касается тайн, звучание самого альбом «Простые вещи». Когда внимательно на студии мы прослушали оцифрованные оригинальные фонограммы, у нас возникло ощущение того, что альбом звучит каким-то очень странным образом. Какая-то искаженная динамика, какие-то немного задранные и свистящие высокие частоты. В одних местах и глухость, и невнятность в других. Всегда, когда мы делаем реставрацию альбомов, мы внимательно изучаем не только исходники, но и тот перечень оборудования, на котором все это было записано. Здесь мы обратили внимание на сам мультиканальный магнитофон «Фостекс», на который все это писалось. Подняли его инструкцию, почитали рецензии пользователей. И как раз здесь нашлись определенные ответы к тому, что произошло с альбомом во время записи. Та самая гулкость низких частот – это непосредственно свойства самого магнитофона. Многие пользователи и рецензенты писали, что этот аппарат прекрасно сам добавляет низкие частоты. И ставили ему это в определенный плюс. Насколько это было плюсом – вопрос, конечно, спорный. Второе. Большинство мультитрековых полупрофессиональных аппаратов, так называемых портостудий, всегда означались системой шумопонижения. Зачастую это была система шумопонижения DBX, которая работала на каждом канале портостудии. Данный магнитофон «Фостекс» был оснащен системой шумопонижения Dolby C, и работала эта система шумопонижения не на каждом канале отдельно, а работала сразу на общую, скажем так, базу. И проведя некоторые слуховые эксперименты, мы пришли к выводу, что альбом записывался с включенной системой Dolby C, когда писалась мультитрековая фонограмма. А когда решили уже делать мастер, то систему шумопонижения отключили и получили прекрасный на тот момент результат. То есть услышали, что высокие частоты поднялись, всё стало как-то ярче, богаче, и в общем-то в таком виде и скидывали на двухдорожечный магнитофон. Стало ли от этого лучше? Опять-таки вопрос спорный. Надо отмечить, что в те годы большинство наших советских звукоежиссёров очень мало заботились непосредственно о мониторинге, то есть о том, на чём они слушали исходный сигнал. Никакие студийные мониторы тогда в свободной продаже в Советском Союзе не находились, то есть было просто не купить. Зарубежные студийные мониторы, дающие правильный контроль звука, стоили мало того, что бешеных денег, но ещё их и не было в свободной продаже. Нам не удалось установить, на чём мониторили звук во время записи альбома. Но вполне возможно, что недоставки этого мониторинга как раз и компенсировались тем, что отключение системы шумопонижения давало более прозрачный и открытый звук. Мы решили исправить эту оплошность с помощью внешнего блока Dolby C, и записанная фонограмма с помощью внешнего блока и ряда настроек была пропущена через систему этого компандерного шумоподавления. И результат оказался именно тем, что нужно. Высокие частоты встали на место, динамика альбома восстановилась, и появилась та детализация, которой, собственно говоря, не хватало. Альбом зазвучал открыто, качественно и интересно. Муха – источник заразы, сказал мне один чувак. Муха – источник заразы, не верь, это не так. Источник заразы – это ты. Все предыдущие издания этого альбома, к сожалению, не учитывали всех этих разночтений и того, что все было сделано не так, как нужно. Более того, контроль уровня записи на этом же самом фостексе случался с помощью стрелочных индикаторов и пиковых индикаторов. Это привело к тому, что громкость звучания композиции на альбоме очень сильно разнилась. Дело все в том, что большинство профессиональных звукоинженеров в основном обращают внимание на стрелочные индикаторы, а на работу пиковых индикаторов не обращают внимания, потому что пики, к примеру, от перкуссии прекрасно сглаживаются самой магнитной лентой и поглощаются. Здесь, пользуясь Портостудией, видимо, при записи альбома, Василий Шумов руководствовался инструкцией по эксплуатации к магнитофону, в котором было написано, что нельзя допускать появление срабатывания пиковых индикаторов. Поэтому на достаточно таком референсном звучании при записи альбома, видимо, старались, чтобы эти пики не срабатывали. Из-за этого средняя громкость всех композиций на альбоме мало того, что скакала, так еще и в некоторых тихих местах сам звук тонул просто в шуме ленты. Нам удалось современными средствами, сохранив достаточную всю динамику альбома, выровнять звучание композиции. Теперь альбом слушается однородно и целиком, и при прослушивании нужно постоянно бегать к усилителю и делать громче или тише. Надеемся, что результат нашей работы вас всех заинтересует. Альбом «Простые вещи» звуков «Му» наконец-то звучал интересно, богато и здорово. Все то, что можно было выжать из этой записи, мы постарались вам представить на наших изданиях. Напомню, что альбом группы «Звуки Му» «Простые вещи» вышел на виниле и вышел на компакт-диске. Приобрести издание традиционно можно по ссылке под роликом под этим описанием. История продолжения создания альбома «Звуки Му» ждет вас в следующих выпусках. С вами был Макс Кондрашов, Машина Рекордс. До новых встреч. Пока!